Привет, друзья! С вами Соляныч, а это Фрастборныч. Сейчас я показываю вам все мои классы и вставленные в них руны. Постарался максимально забить слоты для рун, за исключением Огненного Мага и Иллюзиониста, чтобы в будущем работать с ними. Процесс прост, вы запоминаете параметры интересующего вас класса. Мы создаём полноценные мешочки с рунами из 5000 осколков, затем их вскрываем. Я сам объединю и вставлю руны без видео, так как на это ушло около двух часов. Записывать это неудобно, как и смотреть под ускорением в десятки раз. В финальном обзоре вы сможете увидеть, насколько мне удалось зарунить интересующие вас классы. Лично меня интересуют Иллюзионист и Огненный Маг. По рунам для этих классов меня интересует конкретно урон по игрокам и урон по мобам. Возможно, немного также интересны руны на увеличение здоровья для Огненного Мага, хотя их я уже давно скрестил. И если их не будет прямо много и со временем, а не конкретно сейчас, они не будут пятого уровня, это не имеет особого значения для Огненного Мага. К слову, этим роликам отвечаю сразу на вопросы о том, что солянка руненный или нет. Друзья, за всю мою игру я задонатил в неё порядка 15 тысяч рублей, это было до партнёрки. Уже два года, как я не доначу в игру ни копейки. Огненного Мага, как только вышли руны, я подрунил немного за голду, которую насобирал с наливок по партнёрке. То же самое с иллюзионистом, а также я побеждал во всех ивентах от разработчиков, которые были на протяжении последнего года, или двух уже не помню, там тоже были руны по выбору на класс, я выбирал на иллюзиониста. Ни копейки личных денег не были потрачены на руны. Показываю даже пустые классы, чтобы люди, которые не знают, что если не светится улучшить на самом классе, то есть кнопка с количеством рун, значит рун там нет. С момента, как я делал аналогичный ролик, прошло 433 дня. Эти осколки откуда только я не собирал, это ежедневная реклама, все возможные сезоны, ящики из сезонов, ящики из клана и ещё бог знает откуда. То же самое по мешкам рун, их было больше, в процессе игры я их открывал, не копил как осколки, только вот за последнее время немного мешков накопилось. Плюс сами осколки, которые были добыты во время фарма. Ну и клановые мешки с рунами мы также откроем, всё равно они никакие, смысла копить их 5 лет нет, чтобы в итоге при хорошем раскладе этими рунами забить всего фулл слоты без улучшения. В итоге с тем, что у меня было на базе, у нас получается 5298 осколков рун, из которых мы можем сделать 529 мешков с руной. В итоге с рунами из почты и на базе у меня получилось 643 руны. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и вот что в итоге у нас получается после открытия 643 рун. Опять же, вставил руны по максимуму задействуя два основных параметра, которые как меня так и надеюсь вас больше всего волнуют. Это конечно же урон по мобам и урон по игрокам. За исключением огненного мага и иллюзиониста их покажу ещё после, отдельно переключаясь между этими рунами. Естественно, среди рандомно выпадающих рун для 26 классов не стоит ожидать чего-то выдающегося, даже с таким количеством. Однако я смог незначительно улучшить показатели старых классов, увеличив их на несколько процентов. Как вы увидите далее, новые классы получилось неплохо, как кажется с нуля подрунить, на них руны падали чаще. Как обычно, это не идеальное соотношение в балансе класса и необходимых рун, но таковы реалии. Вполне возможно улучшить класс по количеству рун своими руками, хотя бы на 20% без дополнительных вложений, хоть это и займёт много времени. Однако дальнейшее улучшение становится практически невозможным без доната. При достижении этапа скрещивания рун, каждый следующий процент требуемых рун займёт несколько месяцев, с учётом, что вам будет постоянно вести. Вот в чем проблема этой механики. Игровыми методами невозможно догнать того, кто вложил деньги и моментально получил, например, 30% различного урона, не говоря уже о 60%. Ни один игрок не сможет догнать дона терра по рунам. Понятное дело, разработчики будут расширять возможности фарма осколков и рун, но вопрос в том, когда это произойдёт. Разработчикам необходимо учесть баланс между платящими игроками и теми, кто тратит дни на ручной фарм. И делать это уже сейчас, а не через 10 лет, когда уже не будет этой игры или людей в ней. Огненный маг по-прежнему силён среди фармерских классов. В том числе благодаря моей лошади с бонусом в 21% урона по святилищу Одина. Учитывая выход пятого класса, я видел у одного игрока скрины, он полностью зарунился на здоровье, примерно 800 здоровья. Представьте себе такую машину на ПВП с уроном огненного мага, с экипировкой и бафами на броню. Учитывая, что каждый стак пятого мага добавляет 5% к броне. Тем не менее, постепенно он становится локальным классом, не таким универсальным для всего Мидгарда. А вот этот товарищ уже более универсален для использования почти во всех уголках нашей игры, который имеет два скилла на Атаграмабов. А также не забывайте, что ещё пятого уровня класса для него нет, интересно, что там будет за дополнительный эффект. Его большую универсальность, конкретно для меня, даёт ещё тот факт, что по рунам у него почти одинаковое количество, как по мобам, так и по игрокам. Друзья, на этом у меня пока что всё. Пишите свои лайки насчёт рун и этого всего. А также ставьте свои комментарии. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok